Привет! Если ты смотришь это видео, значит сезон Сопротивления подходит к концу. Дополнение Конец Света и его стартовый сезон Сопротивления выдались очень странными по части сюжета. Кажется, что игроки с каждой недели сезона задавали все больше и больше вопросов. Так что рассчитываем, что на них ответят в следующем сезоне Глубина. А сейчас, в этом видео, предлагаю вспомнить основные события дополнения Конец Света и Сезона Сопротивления. Чтобы на старте 21 сезона держать в голове более сложенную и свежую картину событий. Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса, больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLE VIBE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Сюжет дополнения «Конец света» начинается с атаки флота Тьмы. Мы видим масштабное сражение в космосе, в котором силы явно на стороне противника. Главной целью в битве был странник. Авангард и его союзники наблюдают за происходящим в бессилии. Стражи явно терпят сокрушительное поражение. Особенно очевидным это становится, когда на поле появляется ферзь, свидетель. Он легким движением руки вызывает сокрушительный удар пирамид и стирает с поля боя весь наш флот, порезав его как овощи. В ответ на этот ход, странник нанес удар по главной пирамиде флота Тьмы, той самой, в которой и находился свидетель. Конечно, удар не наносит урона самому свидетелю, однако оставляет странный след в корпусе корабля. В ответ на это, свидетель вступает по открытому космосу и добирается вплотную к страннику. Окружив его пирамидами, он подавляет и без того слабого странника, чтобы он еще раз не бахнул чего. В этот момент Осирис, наблюдающий за происходящим, догадывается каким-то образом, что свидетель нашел координаты вуали. Не спрашивайте, что это, я сам не знаю. Но это важный, назовем его ресурсом, важный ресурс, который должен стать решающим в борьбе света и тьмы. Координаты ввели на Нептун, в город Неамуна. Туда свидетель направил другую часть своей армии, легион Теней Кабал, во главе с послушником Калусом. Разумеется, у города были свои защитники, облачные бродяги называются. Они дали первый отпор Кабал, а затем и приняли нас, объяснив, как оно у них тут все заведено. Стражи с двух ног влетают в ранее скрытый город и помогают его отбивать от захватчиков. Вопросов, притом, ни они, ни Осирис толком не задают. Все словно идет по плану. Там же стражи натыкаются на новую энергию. Нить. Нить – это еще одна стихия тьмы, которой мы овладеваем как подклассом. На изучение этой стихии настаивает Осирис. Он же почему-то обучает нас владению этой силой. Откуда он о ней знает, нам тоже не объясняют. В это время флот Легиона Теней оккупирует Неамуну и ищет ту самую неизведанную Вуаль. Страж и Осирис решают, что единственный способ им помешать – это идеально овладеть нитью, поскольку поначалу энергия нам не поддавалась и Страж уставал ее использовать. Но другие наши силы Кабал подавили с помощью специальных устройств. В процессе изучения нити Осирис заключает, что она – продукт Вуали, что до сих пор не объясняет, что такое сама Вуаль и почему нитью не владеет больше никто. Другая технология, которую мы впервые встречаем в Неамуне – Облачный Ковчег. Это такая сеть Неамуны, как бы iCloud, которая хранит в себе все важнейшие для города данные. Этот ковчег создан коллективом Иштар, который впервые упоминается еще в Destiny 1 в миссиях на Венере. Так вот, функционал у этого облака чуть побольше, чем у того, которым пользуемся мы для сохранения своих мемасиков. Для сюжетки этот ковчег важен тем, что когда в Неамуну пришли враги, жители города спрятались в этом ковчеге, загрузив свое сознание в сеть. Для того, чтобы сделать с Вуалью, что там Кабал и Свидетель хотели с ней сделать, им понадобилось особое устройство-передатчик, и называлось оно Радиальная Мачта. Грубо говоря, это устройство помогало бы установить контакт Свидетелю с Вуалью, словно он бы сам не мог мгновенно перенестись на Нептун и законнектиться с ней как-то попроще. Но как бы то ни было, эту Мачту мы уничтожаем благодаря жертвенному подвигу одного из облачных бродяг. Разрушение Мачты жестко взбесило Императора Калуса, и тот отправляется к Вуале самостоятельно, чтобы указать Свидетелю направление и заодно еще раз блеснуть своей верностью. Страж встречает Калуса и после короткой беседы убивает Императора. В этот момент случается еще одно необъяснимое событие сюжетки. Призрак Стража летит на свет, и что-то с ним происходит, благодаря чему Свидетель все же устанавливает связь с Вуалью, после чего вырезает странный треугольник на страннике, который заполнен такой же текстурой, как и сама Вуаль. Вселенная бесконечно жестокая. Мы жертвы. И воплощение этой жестокости. Ты. Твоя доля. И той, и другой. Озводись. Озводись. И это все, что мы знаем. Все персонажи говорят о том, что мы проиграли, что это какой-то кошмарный рубеж, и теперь мы в положении выживания. Странник нас покинул, затем над ним надругался Свидетель. Что делать дальше, решительно непонятно. И на этом моменте мы переходим к сезону Сопротивления. Какое удачное время, чтобы напомнить, что у меня есть Бусти-страничка, благодаря которой выходят все еще видосы. Ты подписываешься на нее и тем самым очень помогаешь мне и поддерживаешь мой канал. А взамен получаешь доступ к эксклюзивным материалам, разборным статьям, переводам, полезным советам и конкурсам. Ссылка в описании. События сезона разворачиваются более камерно и начинаются на земле, в зоне ЕМЗ. Легион Теней Каоса прибыл и туда тоже, для того, чтобы похищать людей. Зачем похищать людей, так же не объясняется. Бедолаг собирали внутри пирамид тьмы и вот их спасением обычного трудового народа мы, стражи, Деврим, Ворон и Мара Соф должны были заняться. Если с Девримом и Митраксом, ну и Вороном все понятно, они бойцы, разведчики, то что делает в этой команде Королева Мара? Дело в том, что внутрь пирамиды для спасения пленных нельзя было просто войти, в ней нет дверей. А значит нужна магия пробудившихся, которая помогает проходить через тайные тропы параллельных миров. В качестве штаба и основного хаба миссии мы обосновались на ферме, той самой, которая когда-то приютила стражей после нападения Красного Легиона, когда мы лишились света. Так вот зациклилась Красный Легион Легион Теней, тогда потеряли свет, здесь конец света, ну вы поняли. Первой миссией по спасению руководил Деврим и Ворон, поскольку среди пленных оказалась Аманда Холидей, девушка-механик из последнего города. Привет, страж. Спасибо тебе за помощь. Сейчас разберемся с этим. Меткий выстрел. Прямо в сердце. Спасибо. Прости. Мы думали, что ты из Легиона Теней. Ну да, легко ошибиться. Меня ведь так много. Снова в бой? Ты когда-нибудь отдыхаешь? Нет, работы полно. Аманда! Когда твой корабль... Я боялся, что больше тебя не увижу. Некогда об этом говорить. Я жива, и я тут. За дело. За дело. После спасения Аманды, она присоединяется к нашей миссии по спасению остальных людей из члена... плена. По ходу миссии развивается романтическая линия Ворона и Аманды. Очень медленно развивается, надо сказать. Мы наблюдаем за драмой того, как Аманда с трудом видит в Вороне Ворона, а не того, кто убил ее лучшего друга. Освободив основные группы людей в ЕМЗ, мы отправляемся на космодром и на орбитальную станцию Легиона Теней. В этих местах Кабал также держали несчастных пленников. С какой целью, нам все еще не объясняют. По ходу миссии команда обменивается интересными историями о своем прошлом. В их числе и Аманда Холидей. Она рассказывает о том, как она, потеряв родителей и еще ребенком, добралась до последнего города, где нашла свое убежище и призвание. Спустя неделю мы отправились на очередную спасательную миссию в ЕМЗ, во время которой внезапно на связь выходит Эйромис, которую мы не слышали с сезона добыча. Она говорит нам отступить. Конечно, мы этого не делаем и продолжаем спасительную миссию. Люди покидают тюрьму, которая располагалась в пещерах, но уже в завершении миссии Кабал активировали взрывное устройство. Тогда, когда Аманда была еще внутри. Люк ведет наружу. Мы в безопасности. Это самое главное. Продолжение следует... Продолжение следует... Я предупреждала. После этих трагичных событий, конечно, самое трагичное тут то, как бездарно слили классного персонажа, мы прилетаем на ферму и видим скорбящего завалу. Он ужасно тяжело переносит потерю. Спустя пару недель, мы наносим удар по флоту теней и называем это местью за Аманду. Как-то так? Да, вопросов осталось море. Море ждет нас и на Титане в следующем сезоне Глубина. Так что скромно надеемся на то, что нам дадут ответы на хотя бы половину из них и раскроют больше деталей о Вуале, что Банджи уже тизерили для одного из квестов. О целях свидетеля я уж и не надеюсь узнать больше до следующего дополнения. Увидимся в 21 сезоне. Спасибо за просмотр и до связи.